Добрый вечер! Путь к счастью труден, но результат того стоит, считают сегодняшние герои шок-шоу. Каждая женщина мечтает встретить того единственного мужчину, который станет любящим и любимым мужем. Иногда эта встреча случайна, а иногда и нет. Когда на помощь приходят родные, друзья, свахи или брачное агентство. В одно из таких брачных агентств и обратилась сегодняшняя героиня шок-шоу Алина. Приглашаю Алину в студию. Алина, говорят, что девочки повторяют судьбу матери, а у вашей мамы был счастливый брак? Нет. Я с детства видела, что может быть семья, когда один кто-то любит. И у меня такая модель создавала, что брак этот возможен, но он несчастливый. Но согласно такому правилу, ваш брак тоже должен был быть несчастливым? Да, так и случилось. Первый брак у меня был очень неудачный. И я как бы даже осознанно пошла на этот шаг, потому что, наверное, действительно я другой модели не представляла. Хотя где-то глубоко в душе я действительно мечтала о чем-то другом и хотела быть счастливой. Но, увы, получилось совершенно по-другому. Я тогда еще как бы духовно не была сформирована. И этот человек просто меня подавлял. То есть он уже с первого дня требовал от меня полного подчинения. Его жизнь не давал мне правила моей жизни. То есть я просто этого не вынесла. Очень была разочарована и сбежала, в прямом смысле слова, спустя три года. А после развода вы хотели еще выйти замуж? Вот как раз нет, очень-очень долго. Я серьезно была настроена против мужчин. И вообще не верила, что я могу встретить то, какой образ у меня. Того человека, образ, которого я себе представляла. Вот еще с детства по сказкам, по фильмам. А у вашей мамы потом сложилась личная жизнь? Да. Каким образом? Она только через какое-то время рассказала, что попала в клуб знаком с Тран-Деву. Если я встречалась с мужчинами, которым у меня была встреча, старалась издалека сначала посмотреть. Вот на начало свидания около часов. Например, это такое место уже в Риге. И смотрела издалека. Вообще стоит подойти к нему, к этому мужчине или нет. Это вот когда я увидела своего мужа, он такой стоял стеснительный, кучеряшки тут у него из-под шапки, в очках. Вижу, что вот мнется, руки за спиной, и ходит, волнуется. И вот сразу у меня вот такое теплое чувство. Вот я сама, я к нему подошла, и мы с ним весь вечер, вот это была первая встреча, и вот первое и последнее наше свидание. Потому что мы встречались с ним очень мало, и сразу решили создать свою семью. Это было просто внезапно. Она просто преобразилась, была очень счастлива, веселая, жизнерадостная. Говорила, что наконец-то встретила свое счастье, что брак у них очень замечательный. Действительно, что все это устраивает. И как-то потихонечку, так иногда, ну к этой теме возвращалась. Но я, естественно, не воспринимала, даже где-то не верила до тех пор, пока вот не видела, что действительно у них очень хорошая семья. То есть вашей маме помогло брачное агентство? Да. А вы обратились туда? Нет, я очень скептически ко всему этому тогда относилась. Я не знакомилась ни с кем, и не собиралась обращаться ни в какие клубы знакомств. А почему же таким категоричным было ваше нежелание туда обратиться? Ведь у мамы все получилось. Ну, не знаю, это, наверное, какой-то еще вот страх первого брака. Наверное, я к тому времени еще как-то внутренне не была готова, мне кажется. И как же получилось, что в конце концов вы все-таки обратились в это агентство? Ну, наверное, моя неуверенность так долго затянула, что мама решила проявить активность в этом вопросе. И с Ларисой Николаевной они разработали целый план, как меня туда хотя бы завести. Потому что я упиралась ни в какую. Вот. И однажды она попросила меня забрать фотографии вот в клубе знакомств с очередного вечера. Вот. Я туда зашла. Так, думаю, быстренько возьму и обратно. Но меня поразила сразу, как только вошла сама хозяйка рандеву Лариса Николаевна. Она меня посадила, очень расположила. Она настолько прониклась, она как-то так вот расспросила меня. Я послушала, села, послушала, задержалась. Вот. И как-то так я чувствую, расположилась. То есть меня заинтересовало. Потому что она действительно вот до той глубины моей души добралась. И наконец-то из меня единственный человек вытащил, что на самом деле я хочу. Какого я хочу видеть мужчину. Вот. И самый интересный был момент, когда, выслушав меня, то есть выведя меня на эту откровенность, она говорит, я знаю этого человека, я, есть у меня такой молодой человек. И вот из стола она достает и говорит, он вас ждал. Показывает мне фотографию, где я увидела вот своего будущего мужа. Фотография была, она меня поразила тем, что стоял молодой человек, и сидела мама. Значит, его рука лежала на плече мамы. И я, конечно, так про себя сказала, да, маменькин сыночек, я еще, мол, познакомлюсь с его мамой. Вот такое у меня было первое впечатление. Алина, и что вы стали делать в такой ситуации? Ну, Лариса Николаевна, зная мой характер, она говорит сразу, я сейчас ему позвоню сама домой. Но получилось так, что она оказалась в рейсе, и она очень попросила, вот телефон, позвони ему через две недели, и он уже вернется домой. Я, да, 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 и бегом оттуда. Пусть мое состояние, наверное, вернулось, и я думаю, вот я убегу в свою скорлупочку, и, естественно, я не звонила. Так почему же вы, в конце концов, позвонили ему? Вот у меня такое ощущение, что все-таки что-то зацепило, что-то Лариса Николаевна вселила, наверное, какую-то надежду. Вот что-то я ей поверила, что вот она мне предложила, значит, что-то в этом есть после моей искренности. И спустя месяц я набрала его номер телефона. И о чем же был ваш первый разговор? Подняла трубку очень такой молодой человек с очень приятным голосом. Я представила, что я за рандеву, как меня зовут. Вот, и он стал меня очень подробно расспрашивать, начиная от цвета волос, цвет глаз, мои привычки, что мне нравится, чем я увлекаюсь, с кем я общаюсь, какую я слушаю музыку. То есть мы проговорили где-то час. И причем у меня было такое настроение искренне, то есть я совершенно искренне делилась всем в течение этого часа. И мне даже понравилось это общение. Но в конце этот молодой человек говорит, вы знаете, а я не Володя, я его младший брат, школьник. А Володя, он женится. И у меня был такой шок. Я думаю, первый раз вот я вот искренне, я настроилась, и такое вот бац, и все, было милость в одну секунду. Я бросила трубку, злая на себя, на весь мир, на все. Спустя почти полтора года, когда я была у себя на работе, раздался телефонный звонок. И человек сказал, что вот я тут Володя, вот вы только скажите, у вас ничего в жизни не изменилось, вы не вышли замуж? Я говорю, нет. Вы знаете, ну я опять не Володя, я его брат, но только вы трубку не бросайте, говорит, он тут рядом. Я просто поинтересоваться хотел. Но я все равно бросила трубку, и тут же перезвонил Володе, и предложил в этот же день встретиться. И почему же вы решили пойти на это первое свидание? Ну мне казалось, что что-то в этом есть. Вот то чувство, оно все-таки меня держало. Вот этот какой-то интерес, какой-то, не знаю, надежда, вот какая-то надежда была. Что вот такое ощущение, что интуитивное чувство, что вот это что-то мое, вот что-то важное для меня в моей жизни, вот с этим придет. И первое свидание не обмануло Ваших ожиданий? Обмануло. Потому что, когда я к нему подошла, я так выдохнула, говорю, и так сама себе говорю, господи, ну ладно, пусть он хотя бы меня до дома доведет. То есть я хотела очень быстро с ним расстаться. Ваши отношения как-то развивались? Да, но он предложил хотя бы посидеть в парке, пообщаться. Вот, и самое как-то так, опять, интересно было то, что, когда он тоже почему-то у меня спросил дату моего рождения, я сказала дату. У него стали очень большие глаза, он говорит, моя первая жена родилась именно в этот день и в этом году. И у него такой подсознательный страх, Боже, повторяется та же история. А я спросила, когда родился он, и оказалось, что его зовут, и он родился в том же году, когда родился мой первый муж. То есть все тоже совпало. У меня тоже такая настороженность. И мы решили потихонечку друг друга прощупать. То есть он стал задавать мне очень разные вопросы. И каждый раз, когда отвечал, он так смотрел мне в глаза и говорил, это правда? Ты правда говоришь или просто ты так думаешь? Ну, на самом деле так, или ты просто так это говоришь? Я говорю, да, да, да. Вот, и потом где-то на встречу, нашу третью встречу, он говорит, я моряк, и я через месяц ухожу в море, будь моей женой. То есть для меня это было очень неожиданно, я его не знала. И он мне не был как бы интересен, ни как мужчина, ни как будущий муж, тем более. Просто ты был хороший, добрый парень. Меня ничего к нему не тянуло. Вот, но он добивался от меня ответа, потому что у него не было возможности развивать события. В итоге он сдал меня своим родителям, под четкий, как бы, под контроль. И когда Володя вернулся из рейса? Мои чувства к нему все возникли, родились в море, когда я к нему ездила в гости на корабль. Как-то по воле судьбы получилось так, что каждые две недели почти его судно заходило в Энспилс. И вот там я увидела истинного Володю, который меня принимал, который устраивал мне такие радушные приемы, который пел мне на гитаре, который делился, благодаря которому и я полюбила это море. То есть вот там пришла моя любовь. Когда же вы поженились? Мы поженились, но нас сейчас связывало то, что после предложения быть женой, он сразу сказал, я хочу ребенка. И я хотела того же самое. То есть вот спустя год у нас родился ребенок, но где-то через три года мы расписались. В сказках свадьбы все кончается, а на шок-шоу эта история будет продолжена после рекламной паузы. В брачном агентстве героине шок-шоу Алине из-под полы была выдана фотография потенциального жениха. Наверное, не ей одной, потому что на тот момент Володя был женихом другой женщины. Но все-таки в итоге они поженились. Так давайте же познакомимся с тем мужчиной, который в рандеву шел на расхват. Приглашаю Володю в студию. Володя, считается, что мужчине проще найти подругу. А почему же вы дали свою фотографию в брачное агентство? В те времена мне категорично не везло с женщинами. В девушках, в знакомствах с девушками, не знаю почему так. Но так оно было. И в то время как раз я порядка пяти-шести месяцев был в море. Вернулся. Там я загружен полностью, работаю, вернулся. На меня наваливается вот это вот безделие. Естественно, сразу вспоминается... Все-таки тогда 23 года было, да? Ну, я думаю, как раз в то время мне попадается газета. Я открываю эту газету и читаю объявление. Клуб рандеву, клуб знакомств. Я думаю, ну чем черт не шутит? Ну, ради пионерского интереса я решил туда зайти. Как раз, как сейчас помню адрес, Березникова пишет 20. Так как захожу туда, встречает меня женщина. Я, конечно, был тронут вот этой вот проникновенностью в мою ситуацию при беседе с ней. Это была Лариса Николаевна. Действительно был тронут, потому что таких людей я не встречал. Куда бы заходил, я не встречал. Но действительно я проникся к ней, да, как... Не знаю, как родной к матери. Мы долго разговаривали, где-то около часа. И в конце концов я написал заявление уже в полной уверенности, почти в полной уверенности, что мое будущее здесь... Значит, начало моего будущего. Какие были результаты? Я ушел оттуда довольный. С чувством, с радостью в будущее, со смыслом жизни, каким-то открытым, да, и... С тех пор вот... Ну вот... Володя, ну я знаю, что этот брак у вас не первый, а ваша первая супруга. Как вы ее нашли? Совершенно случайно. Я с ней познакомился в электричке. Честно скажу, был слепым котом. Откровенно. Наш брак длился недолго. Если считать, когда мы были вместе. Потому что я ходил в море по полгода, прожил два месяца, ушел в море, вернулся там. Володя, а как вы узнали об Алине? Узнал я об Алине от родного брата младшего. Он ее запомнил именно по ее голосу. Ему очень понравился этот голос. Ну тогда меня это совершенно не интересовало. Ибо я собирался жениться с первой женой своей. Именно поэтому вы позвонили Алине через полтора года? Да. Ну там ситуация такая была. Дело было у меня в квартире, в моей комнате. Я сидел тогда с будущей своей первой женой. Мы собирались пожениться уже. Все, согласие было. Тут раздается телефонный звонок. Брат подбегает, трубочку берет. Что-то говорит. Слышит там рандеву. Он так. И он молча выходит. Я понял, что это был звонок с рандеву. Или от Ларисы Николаевны, или от какой-то девушки. Но меня тогда совершенно это не интересовало. Я был как слепой котик, так сказать. И с тех пор я больше ничего об этом звонке не слышал. Не видел. Я поженился, ушел в море, вернулся с моря. Расстал со своей первой женой. И на меня обрушилась, так сказать, опять та же самая ситуация. И тем более, и плюс еще моральный ущерб. Вот этот вот нанесенный первой женой. Ну, вот так вот. Володя, а когда вы встретились с Алиной, вы сразу поняли, что это ваша судьба? Первый мой взгляд. То, что я искал, можно сказать, что оно стоит рядом. Конечно, были там нюансы такие интересные. То же самое совпадение с датой рождения. Да. Я тогда чуть под машину, помню, не попал. Да, когда узнал. Ну, когда она узнала, что я Скорпион, что я Володя. Конечно, у нее и так большие глаза, но они были еще больше. Раза в два. И вот тут начались такие наводящие вопросы. Интересно. Это надо было слышать просто, как мы разговаривали. Володя, в глазах мужчины не обесценивает ли женщина ее личной инициативы найти своего мужчину? Совершенно нет. Совершенно. Потому что я считаю, что женщина имеет полное на это право, так же, как и мужчина. Когда тебе брат рассказал, что вот звонила вот одна девушка, вот интересовалась тобой. Какая твоя, вот что ты думал, вот как ты вот это вот воспринял? Да, это было как раз после того, как я расстался со своей первой женой. На меня как раз, я уже повторюсь, обрушилась вот эта вот антипатия к жизни. Полная, да. И я вспомнил рандеву. Опять вспомнил Ларису Николаевну. Ну, и вот тогда вот, когда я собирался как раз, ко мне подошел младший брат и говорит, Володь, это было где-то вот год-полтора назад, да. Звонила одна девушка. Это тогда, помнишь, когда ты там сидел вот со своей будущей женой, там, ты еще сказал. Я говорю, нет, не помню. Я говорю, ну как не помнишь, вспомнишь, ты мне еще показывал. Я говорю, так-так, стоп, да, конечно, что-то вспомнил. Да, ее звали Алина. И что, чем он запомнил эту девушку? Ангельским голоском. Вот он бы никогда не запомнил, да. Вот этот голосок его приворожил, да. Я говорю, так. Поехали. Будем искать ее номер телефона. Потому что, если мой брат запомнил, насколько он такой тоже, к нему девчонки вообще. Так, и мы поехали. Ну, тогда Лариса Николаевна, наверное, полчаса, может, что она все пыталась найти мне этот телефон. Все никакой могла вспомнить, там, Алина, Алина, да, Алина, Алина, Алина. Находит она этот телефон. Я, фуууу. Я не знаю, почему, но в то время, вот как раз вот, когда вот Алина, Алина, я уже чувствовал, что что-то тут вот... Как-то вот чувство какое-то закралось. Не такое обыкновенное. Я много встречался с девушками, да. Тогда еще не было такого требования принести фотографию девушке, да. Там только были ее вот характеристики, да. Чем она занимается. Да, она прекрасная девочка, да. Но для мужчин очень много значит еще и внешность. Это разумеется, да. И вот я очень много встречался, да. И вот. Пошли мы звонить. Я говорю, ну да, я позвоню. Первый. Он говорит, подожди. Подожди, ты в море ходишь, ты еще, так сказать, технический. Технический язык у тебя развит, хорошо. Ну вот он берет, трубку набирает, да. Алина, Алина, там, вы еще не замужем, вроде там как-то так. Да, да, нет, нет. Нет, нет, это не Володя. Только вы не ложите трубочку, пожалуйста, не ложите. Подождите, сейчас я вам передам трубочку, да. Вот с этого все и началось. А что вам не понравилось в вашей первой жене? У вас были какие-то проблемы с ней? Что вас смущало? Очень большие разногласия были. На разных почвах, по почве, что я еще тогда жил в семье, потом, что я моряк, это раз, это второе самое главное, да, потому что я ходил долго в море, по полгода, да, ее это не устраивало, ну, в общем. Алина, как складывались ваши отношения с свекровью? То первое впечатление меня уже подготовило. Я чувствовала, что если я выбираю Володю, то в придачу свекровь. Да, то есть и маму, с мамой вместе. Вот. И так как я человек был свободолюбивый, то есть с 15 лет я жила совершенно самостоятельно, и у меня как бы характер был такой свободный я. А тут меня задают в большую семью бабушки, дедушки, папы, мамы и брат младший. И все очень меня опекали. И причем они как бы планировали сразу нашу жизнь там с ними. Так как там жил Володя, он жил вот в этой атмосфере. А я так тонко ему сразу там, нет, давай как-то вот свою жизнь строить. Тем более было где, я так потихонечку. То есть это как-то, я не знаю, может быть, это мне помогло. Не знаю, какое-то внутреннее чувство того, что надо все это делать спокойненько, медленно. И то, что я все-таки Володя потихонечку стояла перед выбором. То есть пока у нас вот первые встречи были, пока мы строили наши отношения и планировали будущую жизнь. Я говорю, только не здесь, надо отдельно, только там. Вот посмотри на это, посмотри на это. То есть вот, я не знаю, ну вот что-то мне помогало, и мы смогли как-то все это очень мирно и хорошо решить. То есть я его привела к тебе. Скажите, пожалуйста, Алина, агентство обеспечило вас счастьем на всю жизнь или в дальнейшем вам предстоит бороться за свое счастье? Бороться? Зачем бороться? С кем бороться? Я никогда ни с чем не борюсь и ни с кем, и ни за что не борюсь. Я думаю, что счастье, оно счастье навсегда, пока человек его желает, на самом деле. Я однажды сделала и просто стала думать о том, вот как бы наша жизнь могла сложиться, могла бы она сложиться иначе, потому что ведь у нас не было так, ага, вот полюбили, вот романсы, и все его безоблачно, с первого дня и до последнего. У нас было очень много всего и со стороны окружающей, и внутренней, потому что на самом деле мы очень совершенно разные по характеру. Открыть любой гороскоп, мы даже смеялись, открывали по совместимости брака. У всех там страница две, у нас одно предложение. Совершенно несовместимы. Мы опровергли все гороскопы, потому что противостояли. Мы просто хотели, на примере нас, действительно, очень наши многие знакомые просто удивлялись, что мы разные, мы совершенно разные по характеру, но мы хотели быть счастливыми, на самом деле. И вот эти чувства мы как-то постоянно поддерживали. Счастливыми и любимыми. Кому Вы благодарны за Ваше теперешнее счастье? Агентству рандеву Ларисе Николаевне или судьбе? Всему. Безусловно. Всего сложилось. Да. Алина, скажите, пожалуйста, вот Вы говорили, что брат Володи Вас, ну, как бы проверял всегда, во сколько Вы приходите домой, вот всегда спрашиваю. Вас это не смущало, что это, ну, как бы делать не Володя, а его брат? Ну, я понимаю, что это, во-первых, свойство характера того же брата, потому что, когда я ездила на корабли к Володе, он действительно на судно, я там увидела истинного Володи, я понимала, что это влияние семьи, из которой я, в принципе, хотела его везти для того, чтобы он был самим собой. То есть, меня это как бы не смущало, я к этому с юмором относилась, я еще писала ему там всякие записки на судно, что вот он преследует меня, все меня контролирует, что-то лазучек такой, вот, ну, это как-то, я серьезно к этому не относилась. Ваша мама тоже познакомилась через это агентство. Как у нее складываются отношения? Она счастлива сейчас? Конечно, счастлива очень. Мы очень дружим с семьями, ездим в гости друг к другу. А моя дочка называет ее мужа-дедушкой, так что все прекрасно. Володя, скажите, пожалуйста, а клуб знакомств не является ли причиной для того, чтобы сменить партнершу? Я считаю, что если человек идет с определенными намерениями, с определенной целью туда, то именно вот это вот качество, да, с какой целью он идет, то он и получит там. Смотря с какими намерениями человек туда идет. Вот это. Брак был заключен. О том, как он складывается после рекламной паузы. Сближению сегодняшних героев шок-шоу мешали различные обстоятельства. Их знакомство состоялось тогда, когда потенциальный жених, предложенный агентством, вступал в брак с другой женщиной. Но все-таки Алина и Володя поженились. Их браку 7 лет, а дочке 4 года. Володя, вы тоже считаете свою семью счастливой? Безусловно. Но вот эти вот... Об этом я не люблю говорить, об этом я слагаю стихи и песни. И сейчас хочу исполнить песню, которую я написал в день рождения моей женушки. Замечательно. Гитара в студию. Чуть еле показалось Все ярче разгораясь Заря восхода солнца над рекой И в час ее разгара В руках моих гитара И гонит рифма струны под рукой И в час ее разгара В руках моих гитара И гонит рифма струны под рукой Алина Алина Алик Алина Аликавая заря Смеясь в чудотворительном рассвете Ты ли мой рассвет, а он один на свете Скажу глазами слов не говоря Алина Алина Алик Алина Алик Солнце нежный луч На утренней рассе Сверкая чудно Подмигиваешь Подмигиваешь Капелькой лазурной В душе моей В душе моей тот мир И он могу Алина Алик Золото души Единственная девушка на свете Которую люблю я на планете И без нее я в каменной глуши Володя, а что вы можете пожелать тем, кто хочет создать крепкую семью? Я считаю, что не главное одинаковые характеры, разные характеры, несовместимость там по гороскопу, Как у нас с Алиной полная несовместимость Я считаю, чтобы люди шли в одном направлении, чтобы их взгляды были в одном направлении, в одну сторону И самое главное, чтобы свои чувства, свою любовь поддерживать Поливать ее так же, как поливаем цветы дома Иначе они засыхают Это необходимо Спасибо Мы встретились с мамой Алиной, которая так боролась за семейное счастье дочери То, что она счастлива, в этом нет сомнений И я этому очень рада И они просто вот друг с другом, я не знаю, как единое целое И я этому очень рада И рада за свою дочь И благодарна судьбе В студии шок-шоу «Хозяйка» агентства Лариса Лариса, ведь браки совершаются на невесах Значит, вы являетесь посредником между любящими людьми и Господом Богом? Это, наверное, чересчур великая миссия Быть посредником между Господом Богом и людьми Но я хочу сказать, что некое таинство в моей деятельности есть И я это ощущаю И всегда говорю всем, кто приходит ко мне Что я буду стараться Но что-то не всегда зависит от меня От каких-то самых высших сил Но сотворять свое счастье Должен каждый к этому стремиться И общими усилиями это получается Лариса, говорят, что лечиться нужно у здорового врача А у вас счастливая семейная жизнь? Я могу однозначно ответить на этот вопрос Очень счастливая Очень счастливая, потому что счастье я вижу в активном труде В любви к ближним и в любви ближних ко мне И так как я нахожусь все время среди страстей Это романтические истории Это иногда трагедии Это счастье Это меня подпитывает Мне очень нравится то, чем я занимаюсь Я действительно по-настоящему ощущаю себя счастливой Лариса, я так поняла, что Володину фотографию видела не одна женщина Это обычная практика в агентстве? Обязательно Все имеют право на поиски И я считаю, что здесь абсолютно все на равных И мужчины, и женщины И я обычно всегда предупреждаю, что не обижайтесь Если вы узнаете, что дама встречается с несколькими мужчинами И мужчина встречается с несколькими женщинами Это выбор Для того, чтобы найти свой золотник, нужно перелопатить гору Поэтому это естественный, нормальный процесс А как вы считаете, старое правило о том, что девица должна сидеть и ждать своего счастья Оно до сих пор справедливо? Лично мое мнение, что каждая женщина, если она хочет быть счастливой Она не должна сидеть где-то дома, или в парке, или где-то ждать сидеть Она должна сама создавать свое счастье А как вам кажется, мужчина и женщина имеют одинаковые права на поиск партнера? Да, конечно И женщина, и мужчина имеют одинаковые права В любом случае То есть надо активно стараться стремиться к счастью Как женщине, так мужчине Если кто-то будет под лежащий камень, вода не течет Конечно, женщина имеет Она в нашей жизни сейчас более самостоятельная И поэтому она должна как бы почувствовать Может быть, когда мужчина проходит мимо И вот это мой единственный И должна сама свою, как говорится, судьбу ловить за хвост А не унижает ли себя женщина, когда она обращается в брачное агентство? Я считаю, что ни в коем случае В брачное агентство обращаются обычно одинокие женщины Но обращаются те, кто хочет что-то сделать Как-то поменять свою судьбу И хотеть не быть одиноким Разве это позорно? И потом, если в брачное агентство будут обращаться только мужчины Что они там будут делать? Почему же мужчины обращаются в брачное агентство? Точно ли жен они себе там ищут? Каждый случай следует рассматривать в отдельности Сколько людей, столько и вариантов То есть кто-то ищет жену, а кто-то и нет В преклонном возрасте знакомиться на улице или в другом месте Конечно, это сложно и неудобно Поэтому я считаю, что именно в клубе Там можно как-то предварительно ознакомиться И фотографии имеются, имеются данные Имеются ее желания, что она хочет Возраст и все остальное Поэтому я считаю, что это единственное место Где те люди, которые не могут высказать свое желание Там как-то знакомиться Это единственное место, где можно узнать и познакомиться При случайном знакомстве существует такой момент тайны, интриги А когда это происходит таким образом через брачное агентство То планы друг друга известны Вот это не мешает в отношениях? Здесь, скажем, людям, которых этот вопрос очень ощутим Я бы мог подсказать, что следует фокусироваться Внимание на дальнейшем процессе Думать о том, что будет дальше Чего будет больше и что будет еще Нежели на самом таком вот моменте Когда вдруг окажемся друг с другом Заведомо с какими-то предубеждениями Преимущество такого варианта знакомства Перед легко романтичным случайным знакомством Можно найти в том, что заведомо можно быть готовым К тому, что девушка, с которой ты познакомишься Открыта к наибезумнейшим планам В отличие от того варианта В котором ты, в общем-то, не подозреваешь, что она может ждать в этот момент другого парня Вот Здесь масса, масса тонкостей Я бы просто рекомендовал попробовать По поводу этого вопроса я хотел бы сказать следующее Что жизнь загадочна и удивительна в любом варианте Был план или не было бы плана Все равно никто наперед ничего не может знать То есть этот план, запланированность встречи Она не отменяет загадки жизни и чуда Я думаю, что тут загадка во внешности Если когда ты знакомишься, открываются душевные качества Он же приходит в агентство, он же не знает, как она выглядит И может даже какое-то шоковое состояние быть Алина, Володя, а что бы Вы пожелали тем, кто еще находится в поиске своего счастья? Удачи Алина Уверенности в себе и четко знать, чего он на самом деле хочет Жену, подругу, любовницу Просто короткая встреча Мне никогда не везет в карты В различные игры Я всегда проигрывал Всегда Это для меня как правило было Как говорится в песне Не везет мне в смерти, повезет в любви Так у меня было Не везет мне в картах, не везет мне в играх Повезет в любви, сто процентов Я был в этом уверен Я ходил с такой табличкой, что оно так будет Мне повезет, я этого добьюсь Вот оно Если в человеке заложена потребность любить Она обязательно найдет выход А случай этому поможет До встречи через неделю на шок-шоу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!